После праздничных мероприятий глава НАПА сразу настраивает всех на рабочий лад. Впрочем, в дни самих торжеств сотрудникам администрации было не до отдыха. Теперь Юрий Поляков ставит новые задачи. Сезон у нас закончился, день города провели, все. Можно говорить о том, что мы стартуем подготовки другого курортного сезона. Есть масса поручений, которые не успели выполнить к этому, и продолжаем идти дальше. Дальше основное внимание еще раз прошу обратить на Пионерский проспект. Это лицо города, и оно должно быть в идеальном состоянии. Навести порядок необходимо не только на центральных улицах курорта. Особое внимание к сельским районам. Ремонт дорог и озеленение в числе приоритетов. Но здесь должна быть четкая и понятная для населения программа действий. То, что мы можем, то и будем делать. Понимаете, Леонид, мы все равно не в состоянии взять заасфальтировать весь Анапский район, или там в каком-то щебеночном исполнении в идеальном сделать возможности, такой нет. Я это не скрываю. У нас Анапа развивается быстрее, чем мы поспеваем с бюджетом за всеми этими улицами. Поэтому план четко улицы. И не писать в планы, что мы вам сделаем в 18-м, сделаем в 19-м. И они, чтобы раздали главам сельских округов и сказали, вот у вас в этом году сделаем 5 улиц. И пусть они ведут эту работу. Понимаете? Здесь, как и прежде, ставка делается на общественников. Именно они сегодня основные проводники между властью и населением. И признание Анапского опыта лучшей практикой России тому подтверждение. Мы смогли рассказать, доказать, как работают наши ТОСы. И очень приятно было, что нам присудили первое место в России. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.